Петро Петрович И он, узнав, чем мы занимаемся, решил повторить наш путь С той лишь разницей, что сами мы начинали почти пару десятков лет назад И уже успели познать все прелести и ништяки этого бизнеса, так сказать, на своей шкуре А он фактически голый новичок Главной его ошибкой было то, что он решил зайти сразу в большой сумме После того, как она уполовинилась, он снова нам позвонил и решил поспрашивать более подробно А почему мы об этом рассказывали? А просто потому, что Петрович – это образ собирательный И в этом своем стремлении он похож на сотни и тысячи других, жаждущих легких денег на финансовых рынках Поэтому этим видео мы хотим просто пересказать нашу беседу, чтобы она смогла оказаться полезной и другим В том числе и вам Несмотря на то, что Петрович нас старше, он не высказал ни удовольствия относительно того, что мы будем учить его уму разум А напротив, выразил готовность выслушать самым внимательным образом И мы, чтобы не обмануть его ожиданий, начали с самого близкого, постепенно погружаясь в самые-самые дебли Но, как оказалось, вышли к самому началу А началось все с мудрости номер один Рынок Форекс – это довольно жесткий бизнес, в котором Форекс, спецброкер и трейдер пытаются отжать деньги друг у друга Действуя в рамках определенных правил Если брокер правил не соблюдает, значит он совершенно не стоит вашего времени, внимания и денег Отсюда следует мудрость номер два Прежде чем нести свои деньги тому или иному брокеру, пуская свои слюни на рекламу Не поленитесь почитать форумы и выясните досконально всего один момент Есть ли проблемы с выводом денег у данного брокера Проблем с выводом нет ни у кого Если говорят, что проблем с выводом нет, это не значит, что их нет Поэтому попробуйте зайти в него небольшой суммой Поторгуйте копеечными объемами и выведите Проделайте это несколько раз и только после этого принимайте решение в вводе более серьезных сумм Пользуйтесь услугами проверенных брокеров Но прежде чем вводить серьезные суммы, вы должны усвоить мудрость номер три Если вы думаете, что вы такой умный и можете легко переиграть Форекс плюс брокера, отжав у него его деньги То вам надо выступать в цирке клоуна Так хоть что-то заработаете На стороне Форекс плюс брокера, как правило, работают весьма неглупые парни Которые на раз смогут раскусить все ваши торговые тактики, стратегии и прочее Даже при отсутствии оных И не только раскусить, но и технично поставить вам грабли, которых вы вполне законно растрясете весь свой депозит Поэтому, чтобы успешно отжимать деньги у Форекс плюс брокера Вам нужно быть в разы умнее тех парней, что на него работают Потому что на брокера работают не только умные парни, но и крупные маркетмейкеры Которые всегда и целенаправленно играют против массы таких, как вы Прежде чем утверждать, что вы самый умный, вам следует понять Мудрость номер четыре Очень многие с возраста начинают думать, что они уже постигли все законы жизни И смогут легко разобраться в законах рынка Дудки? Законы рынка, конечно, по сути похожи на законы жизни, но применение этих законов происходит в гораздо более динамичном режиме Именно динамика рынка очень многих ставит в тупик, особенно тех, кто ведется на рекламу и начинает с торговли интродей Поэтому прежде чем лезть в сделки с полным лотом, выставленным заботным брокером по умолчанию Почитайте про управление рисками Присмотритесь к рынку, поторгуйте на демо-счете И самое главное, поймите мудрость номер пять Лучше всего учиться на своих ошибках, но дешевле на чужих Если у вас, грубо говоря, бабла к уровню клюют То вперед на поиски грабли и истины Только не забудьте запоминать координаты уже найденных садовых инструментов К тому же учтите, что рынок вместе с брокером будут заботливо подкидывать вам все новое и новое В этом процессе вообще все по-взрослому Как говорил Суворов, тяжело в учении Отсюда следует мудрость номер шесть Проиграв определенную сумму денег в процессе обучения на своих ошибках Те, кто еще не разочаровался в этом бизнесе окончательно и проявляет упорство Приходят к странным выводам аккурат после того, как наконец-то подсчитают сумму денег, которые законно отжал у них Форекс плюс брокер Вывод номер один Форекс плюс брокер оказались умнее Вывод номер два Чтобы просто отбить проигранные деньги, надо все-таки заняться всерьез со своей квалификацией Ибо с кондачка денег с Форекс плюс брокера не возьмет И тут вы приходите к мудрости номер семь В каждом деле есть люди, которые умнее вас на текущий момент времени Это значит, что если звезды сойдутся и вас сразу не пошлют лесом То вы сможете, замучив таких людей своими, в кавычках, глупыми вопросами Пытаться понять, как они пришли к тому, к чему вы только начинаете идти И если вам поведет, то вам расскажут об основных этапах большого пути Говорят, что все пути разные, но с опытом кажется, что все они до боли похожи друг на друга И дело даже не в том, что вы будете знать, с чего все-таки нужно было начинать и что делать потом Но и в том, что вы вполне резонно сможете сделать вывод, что этот бизнес не для вас Не потеряв при этом больших денег И если после всего этого у вас еще и еще останется желание освоить премудрости трейдинга То начните с профессионального обучения По крайней мере, вы за свои деньги значительно улучшите свое понимание сути этого бизнеса И основных этапов профессионального самосовершенства Никто не начинает строить дом с крыши Так и здесь Есть первое, второе, третье и остальное Все в четкой последовательности Но самое главное заключено в том, что учиться придется всегда Даже когда настанет такой момент, когда другие будут считать вас гуру Вам не следует останавливаться в процессе собственного обучения Возможно изменится форма, но суть останется прежней Рынок постоянно меняется Меняйтесь и вы, и ваши взгляды И всякий раз, когда старые методы начинают давать сбой Означает приход времени для обучения и самосовершенствования Этот процесс не может быть бесплатным Но в вашей воле сделать его гораздо более эффективным С точки зрения полученных навыков и платы за них Конечно, можно пытаться изобрести 100-миллионный мегавелосипед А можно купить готовые чертежи и сделать рабочий проверенный агрегат Выбор за вами Итак, дорогие друзья, добрый день Сегодня в обзор попадает валютная пара Австралийский доллар против американского доллара Попадает не случайно, по той простой причине, что После сильного падения, который был в сентябре Австралийского доллара против американца Мы имеем, согласно концепции дыхания рынка, как раз консолидацию в нижней точке То есть, иными словами, рынок очень глубоко выдохнул и задержал дыхание Задержка дыхания можно выразить фигурой под названием треугольник, который у нас здесь присутствует Естественно, согласно техническому анализу Вполне существует вероятность пробоя цены вниз, вот сюда Но против этого сценария играет то, что мы имеем достаточно серьезный уровень поддержки На дневном графике мы видим, что как раз цена отбивается повторно от уровня 0.86 Поэтому, если пробивает этот уровень, то, конечно, там снижение будет гораздо более глубокое Но, на мой взгляд, более вероятно разрешение треугольника вверх Если это происходит, то здесь, конечно же, нужно совершать покупки И так как здесь совершенно однозначно будет отрисована коррекция Насколько высокой или насколько длительной будет эта коррекция, можно посмотреть, глядя на недельный график Мы видим, что у нас развивается тренд нисходящий, который можно обозначить вот таким каналом И, соответственно, цена может теоретически подняться до уровня 0.98 Здесь, конечно же, не факт, что она туда поднимется Может быть, она и завернется пониже Но, тем не менее, движение может быть как минимум на несколько сотен пунктов Еще раз вернемся на H4 Для того, чтобы понять, что у нас здесь имеет место быть Еще раз, сильное падение, выдох, рынка очень глубокий выдох в течение месяца И задержка дыхания в нижней точке Просто возьмите и попробуйте сделать то же самое Выдохните и поддержите задержку дыхания в нижней точке То, что вам захочется сделать в первую очередь, вы сделаете в данном случае примерно то же самое Рынок, скорее всего, вдохнет Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!